Ну, если говорить про молекулярную генетику саркома, то все-таки, что характерно для саркома, это достаточно необычное событие, которое называется транслокациями. Что такое транслокация? Это обмен участками хромосом. Ну, посмотрите, вот здесь это графически изображено. Представим, что у нас одна саркома красным цветом помеченным, другая, соответственно, синим. И получается, когда они обмениваются участками, то у нас получаются необычные слитные продукты, которые так или иначе, в общем, являются в случае сарком, по крайней мере, диагностическими характеристиками. Ну, на самом-то деле, это бесконечные по длине таблицы, потому что существует очень много видов сарком и также много видов транслокации. Причем, опять же, это достаточно сложная структура, потому что одна и та же транслокация более или менее, одни и те же типы могут встречаться в разных разновидностях сарком. И наоборот, одна и те же разновидность сарком, я потом покажу, может иметь довольно много транслокаций. Ну, с одной стороны, все-таки эти транслокации, они являются конечным этапом диагноза, потому что фактически, когда мы идентифицировали транслокацию, это эквивалент точной диагностики. Это один нюанс. Ну, с другой стороны, здесь и появились, в общем-то, мишени, для которых есть терапия. Ну, посмотрите, знакомые, на самом деле, АЛК, там, в общем, препараты есть, НТРК, сейчас появились препараты. То есть, здесь иногда, честно говоря, от такой диагностики есть толк больше, чем наблюдательный. Значит, у нас, на самом-то деле, если брать вот те вещи, которые новые, длительное время вообще саркомы рассматривали как достаточно простые опухоли, что вот есть транслокация, никаких других особых там событий не было. Сейчас, когда появились новые методы молекулярного анализа, оказались, что некоторые саркомы, ну, в том числе, саркома Юинга, содержат огромное количество транслокаций. Вот то, что мы видим, транслокацию саркома Юинга, это диагностическая транслокация, но, оказывается, у них довольно много нарушений в геноме. Какой практический смысл это имеет? В принципе, в принципе, вот эта диагностика множественных транслокаций, она достаточно доступна для анализа, по крайней мере, современного анализа. А в тех опухолях, в которых не единичная перестройка, а множественные перестройки, мы ожидаем, что будет больше иммуногенности, больше вероятности ответа на ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. И вот эта вещь уже принципиально важна. Если мы понимаем, что саркомы состоят из двух разных классов опухолей, что в одних, как и предполагалось ранее, ничего особенного не происходит, а в других, наоборот, очень много событий, как следствие, очень много вероятности получения новых антигенов, то это может на каком-то этапе видоизменить вообще поведение, клинические алгоритмы по отношению к этим саркомам. Диагностика. Значит, на самом-то деле диагностика транслокации вещь непростая. На сегодняшний день в основном диагностику транслокации делают морфологи. Это фиш-анализ, это довольно дорогостоящий субъективный метод. Но еще раз, он полностью совместим с работой гистолога, и получается, что здесь есть определенная логика. Проблема заключается в том, что фиш-флюоресцентная гиперзация ин-ситу не может дискриминировать разные разновидности транслокаций. Ну, в частности, вот посмотрите пример. Значит, эта опухоль оказалась в конечном счете светлоклеточной саркомой. В ней сначала обнаружили, вообще-то, фиш-перестройку, которая характерна для саркома Юинга. Что смутило, что нетипичная локализация в кишечнике. А молекулярный анализ, ну, здесь довольно сложный, на самом-то деле, алгоритм дифференциальной диагностики. И выявил, что, конечно, перестройка, которая для саркома Юинга есть, но вот партнер, вот партнера фиш не может определить. Он немножко нетипичный. Ну, в данном случае от того, что поставили диагноз, ровным счетом никак от этого судьба пациента не меняется. Потому что, в общем-то, на тактику лечения, поэтому диагностика влияет мало. Сейчас более современные методы, в частности, секвенирование нового поколения. Это метод, который позволяет прочитать фактически весь геном опухоли. И так или иначе, если смотреть объективно, то именно в отношении диагностики перестроек, думаю, что все будет в среднесрочной перспективе сводиться к секвенированию нового поколения. Потому что те тесты, которые есть, фиш и ПЦР, они, на мой взгляд, не очень конкурентоспособны. Ну, на самом-то деле, если брать историю вопроса, то, конечно, важнейшим событием была идентификация первого такого молекулярного нарушения, для которого есть лечение. Это идентификация мутации КИД в гастроинтестеринальных стромальных опухолях. Ну, а на самом-то деле, морфологи говорят, что на самом деле, самой нозологической формы гастроинтестеринальной стромальной опухоли не было до тех пор, пока не появился ГЛИВЕК, и когда выяснилось, что если есть мутация в КИД, то опухоль отвечает на ГЛИВЕК, то появилась определенная логика, чтобы эти опухоли идентифицировать. Тут все достаточно просто, потому что это мутированная киназа, которая является мишенью для ингибитора. Но что самое интересное, что механизм вообще-то действия этого препарата, он является, возможно, более сложным, чем кажется. Ну, посмотрите, вот это классические механизмы действия ингибиторов киназа. Вот у нас, соответственно, активированная киназа. Она передает сигнал пролиферации клеток, и клетки начинают бесконечно делиться. Это так или иначе общепринятая точка зрения ингибиторов киназа. Что ухитряются показывать специалисты, ну, по крайней мере, в условиях предклинических экспериментов, в условиях мышинных моделей. Оказывается, опухоль растет не только потому, что клетки делятся бесконечно, но еще эти же опухолевые клетки, у которых активирован коденкит, они выделяют фермент, который называется индоламин диоксиденаза, а это локальный иммуносупрессор. То есть, ко всему прочему, мало того, что клетки гастроинтестиональной и стромальной опухоли под воздействием мутации кита, они делятся бесконтрольно, но они еще выделяют вещество, которое приводит к тому, что у нас происходит деплеция, устранение лимфоцитов, которые атакуют опухоль. Ну и посмотрите, достаточно элегантные эксперименты, потому что, оказывается, действительно, назначение иммуносининова сопровождается инфильтрация опухолей лимфоцитами. То есть, это получается, что глибек, он активно привлекает иммунные клетки, потому что он устраняет переопухолевую иммуносупрессию. И опять же интересно, когда пытаются подобное же глибек назначать мышам, у которых нет лимфоцитов, то у них нет регресса в опухоли. То есть, на самом-то деле, мало остановить деление клеток, нужна еще полноценная иммунная система. Все это достаточно интересные эксперименты, но, в частности, сейчас в клинической практике, извините, в клинических испытаниях появились ингибиторы этого фермента, вопреки ожиданиям, в общем-то, эффект от них очень редко когда наблюдается. Но кто знает, если взять лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей, они текут более управляемо, чем многие другие разновидности новообразований, но, кто знает, может быть, здесь есть как раз довольно большой резерв для иммунотерапии, и через какое-то время, может быть, и не будет все сводиться к перебору одних ингибиторов после других, там всякие вторые мутации появились, может быть, здесь какая-то появится принципиально другая картина. Редкая разновидность сархомы, но, опять же, она стала известной именно благодаря ГЛИВЕКУ, благодаря ЭМОТИНИБУ, потому что там есть перестройка похожего рецептора, СКИД-ПДГФР, редчайшая опухоль, но тоже это одно из зарегистрированных показаний к ЭМОТИНИДУ. Надо понимать, что ЭМОТИНИБ – один из первых таргетных препаратов, который появился, поэтому, в общем-то, и, насколько я помню, это первый низкомолекулярный ингибитор, аналог АТФ, поэтому в то время эти данные, конечно, они производили большое впечатление редко, но бывают в светлоклеточных саркомах мутации в ГНИБЕРА. Вот как раз этот пациент, которого Светлана Анатольевна лечила, у него в светлоклеточной саркоме нашли мутацию в ГНИБЕРА, ну и, в общем-то, это ожидалось, что будет ответ на объемы рафинип. Самая главная тут проблема на самом-то деле на сегодняшний день нет твердых методов дифференциальной диагностики между светлоклеточной саркомой и меланомой, и поэтому дать голову на отсечение, что это действительно светлоклеточная саркома, а не меланома, которым таким образом выглядит, на уровне морфологического диагноза невозможно. Но, как отче наш, надо помнить, там, где есть диагноз светлоклеточная саркома, надо сделать тест на мутацию БИРАФ, потому что это может оказаться, в общем-то, выходом из ситуации, потому что, несомненно, тут на ингибиторы БИРАФ, которые сейчас более или менее доступны, ответ несопоставимо лучше, чем на все стандартные методы терапии. Липосаркома. Там часто бывает активация гена МДМ2. Что делает ген МДМ2? Это ген, который инактивирует хорошо известный ген супрессор П53. Соответственно, есть клинические испытания, когда пытаются применять ингибиторы МДМ2. Ну, на самом деле, почему-то эти работы не получают большого распространения, потому что, посмотрите, это клиническое испытание 2013 года, это взятое из моего доклада, который я сделал 5 лет назад. Я сознательно проверял, ничего ли не изменилось, ничего, кроме этого испытания. Хотя, вроде, какие-то ответы есть, ничего нового нет. Я, опять же, не очень понимаю, почему. То ли это все редкие опухоли, и не хотят заниматься этими препаратами, то ли все-таки здесь эффекты хуже, чем от стандартной терапии, мне сложно на самом-то деле сказать. Посмотрите, редкая опухоль. Это не просто хондрома, а, посмотрите, еще получается, это хондросаркомы, а также определенные разновидности хондрома. Но не другие мизонхимальные опухоли. Здесь бывают мутации в двух генах. Это точковые активирующие мутации в двух генах, которые так или иначе отвечают за клеточный метаболизм, за обмен питательных веществ. Что существенно? На самом-то деле, к этим мутациям в генах IDH есть препараты. Вот они. Препарат есть. Он в США зарегистрирован для лечения острого миелорикоза с этой мутацией. Эти мутации часто бывают при глиобластомах, но там регистрации нет, потому что там меньше эффекты. То же самое и для солидных опухолей. Что существенно? Эти препараты настолько дорогие, что в США они зарегистрированы, а в Европе нет. Все-таки насчет того, что маленькая категория пациентов, это все орфанные заболевания, цена препаратов такая, что европейские контролирующие агентства не позволяют эти препараты вводить в клиническую практику Европы. Но вообще в Европе. Но вообще надо понимать, что, допустим, я в случае острого миелорикоза с такой мутацией реально видел. Это все на самом-то деле подобные заболевания бывают. Наша собственная работа. Тоже редкая опухоль. Воспалительная миофибробластома чаще бывает у детей, хотя не только у детей. Вот это как раз интересно. При том, что это очень редкая опухоль, и она, как правило, интолентная. Редко такие пациенты нуждаются в системном лечении. Здесь что интересно, что практически 80% подобных опухолей содержат мишени. Это либо привычные мишени АЛК и РОС транслокации, подавляющее большинство, либо новые транслокации, НТРК. Есть транслокации ПДДФР. Ну, что интересно, что получается, что практически ко всем этим транслокациям в том или ином виде доступны лекарственные препараты. Это могут быть и кризотениб и АЛК-РОС, это могут быть препараты, которые сейчас в открытом доступе появились для расширенном доступе для НТРК транслокации. Но тут на самом-то деле препараты эти есть, но необходимости в системной терапии для таких пациентов, как правило, нет. Хотя в мире, допустим, для кризотениба воспалительная миофибробластома является зарегистрированным показанием, потому что были клинические испытания, когда по всему миру собирали подобных пациентов, и те, которые нуждались в терапии, им подобные препараты назначали. Ну, опять же, сейчас, соответственно, новая разновидность кинез, НТРК транслокации. Там есть препарат, но все-таки это частота опухоли для отдельных локализаций 1 на 300, поэтому фактически все это сводится к тому, что это орфанные показания, очень редкие заболевания. Интересный на самом-то деле этот слайд, значит, в свое время, когда знали, что рецептор PDGFR активирован в саркомах. Не надо тут обращать внимание на названиях, потому что Plotily Derived Growth Factor, это фактически история, история открытия этого фактора, не более того. Но так или иначе считается, что эти рецепторы, они активированы в саркомах. Когда испытывали препарат антитела, оллатумаб, не могу выговорить, то, что часто бывает в онкологии, эффективность его не зависит от того, присутствует в опухоли мишень или нет, то есть экспрессирует, не экспрессирует опухолевые клетки, эффект один и тот же. Далее. Препарат сам по себе в монотерапии не работает, но при этом он очень заметно усиливает действие докса-рубицина. Там колоссальные различия именно не в частоте ответов, а в общей продолжительности жизни. Соответственно, гипотеза такая, что препарат разрабатывали для лечения опухолей, но действует он не на опухолевые клетки, а на клетки стромы. За счет этого снижается переопухолевый отек, и улучшается доставка докса-рубицина в опухоль. Вот вам и механизм. Ну, на самом-то деле, опять же, этот препарат фактически в Европе, насколько я знаю, не зарегистрирован, из-за того, что слишком высокая цена. Это все-таки возможности, которые может себе позволить американская медицина. Спасибо за внимание. Продолжение следует...